Учителя, говорили ли ваши ученики что-то такое, после чего хотелось сказать Вау, да ты совсем безнадежный Преподаю во втором классе, у нас есть один мальчик, который постоянно врет Однажды мы смотрели с ним запись с камеры, на которой было четко видно, как он бьет по лицу другого школьника Пацан скресил руки и сказал Если я говорю, что я этого не делал, значит я этого не делал Самое худшее, что его мама верит каждому его слову и постоянно жалуется на школу за то, что мы делаем ему выговоры Когда он повзрослеет, он однозначно окажется за решеткой Менты будут вести его в камеру, а он будет орать Если я говорю, что этого не делал, значит я этого не делал Дал ученикам задание придумать изобретение, которое помогло бы миру Было очень интересно, что придет им в голову В итоге ко мне подходит пацан и показывает свое изобретение Инвалидное кресло с педалями для ног Я, так и что тут такого? Я, ааа, погоди-ка В прошлую пятницу девочка рассказала мне о том, как она шла с мамой за каким-то дедом Дед полез зачем-то в карман и у него оттуда посыпались деньги Она и ее мама подбежали и собрали все, что выпало Когда дед понял, что произошло, он попытался вернуть свои деньги Но они сказали ему, что теперь это их деньги и что дед может катиться к чертям Ох, как я надеюсь, что им потом хорошенько влетело от кармы Не знаю насчет кармы, но я бы использовал лопату Это скорее пример ужасных родителей, которые не оставляют ребенку шанса вырасти достойным человеком Раз вы любите такие истории Я был как-то знаком с одной девушкой лет 15 У нее не складывалось с учебой, поэтому я решил обсудить с ней ее будущее Я объяснил ей, что нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию Она ответила, что не знает, справится ли со всем этим Потому что ее бабушка настаивает на том, чтобы она побыстрее родила и получила пособие за ребенка Ее бабушка! Полагаю, бабушке лет 45? Жена мне как-то рассказывала историю об одном мальчике, у которого она вела уроки Она пыталась объяснить ему, почему ему нужно хорошо учиться и спросила у него, кем он хочет стать, когда вырастет На что он ответил Я хочу сидеть в тюрьме, там мой папа и дядя Она не знала, что сказать Возможно, это был единственный раз в ее карьере, когда ей не было, что ответить Блин, это действительно печально Если будешь хорошо учиться, то сможешь устроиться надзирателем в их тюрьму и видеться с ними каждый день К тому же так ты им немного облегчишь жизнь Ему бы не дали устроиться в тюрьму, где сидит один из его родителей К тому моменту, когда бы он это понял, у него уже было бы образование И он был бы не против того, что его обманули Пойти на преступление и сесть в тюрьму, это всегда успеется Была у меня одна студентка, которая постоянно жаловалась, что несправедливо Кстати, я теперь ненавижу это слово Вместо тестов на экзаменах давать ученикам задания, где нужно писать полный ответ Она как-то сказала мне Не все же рождаются хорошими писателями На что я ответила, что если ты уже который год учишься в колледже И до сих пор не можешь написать пару предложений То с тобой что-то не так Она обиделась и вышла из класса В колледже? К сожалению, да, она тогда училась на четвертом курсе У нас, конечно, не лига плюща, но все-таки достаточно уважаемый государственный вуз Это произошло с моим коллегой Он профессор в колледже Две студентки зашли к нему в кабинет и пожаловались на то, что его курс биологии несправедливый Потому что ваши экзамены дискриминируют студентов, которым тяжело думать Он клянется, что это дословная цитата По-моему, смысл экзамена в вузах как раз в том, чтобы дискриминировать студентов, которым тяжело думать Я это дерьмо делать не собираюсь Моя мама сказала, что как только мне исполнится 16 Она подпишет все бумаги и я наконец-то свалю отсюда Чтобы вылететь из школы, нужно что-то подписывать? Я думал, можно просто перестать туда ходить Я перестал ходить в школу, когда мне еще не было 15 Прошло полтора года, прежде чем они меня исключили Я совершил ошибку, потому что у меня были проблемы как с деньгами, так и с головой Спустя годы я вернулся обратно и сдал экзамены Я буду барыгой, клевым таким барыгой У меня будет костюм и я всегда буду ходить с чемоданом В тот момент ему было 17 И он говорил на полном серьезе Через месяц его исключили за нападение на другого школьника Я преподаю в билингвальной школе в Мексике Была у меня однажды ученица, которую мы 5 плюс лет без результат научили английскому Она ни капельки в нем не шарила и даже не пыталась ничему научиться Она не делала домашние задания и заваливала все контрольные Когда мы попытались поговорить об этом с ее родителями Оказалось, что у них был такой настрой типа Ей это все не нужно, потому что она выйдет замуж за богатого И он обеспечит ее всем необходимым В ответ я подумал Да кто на ней захочет жениться, если она нихрена не знает и вообще не старается Школьник на полном серьезе Я собираюсь свалить из школы, буду делать бабки на ютубе Я Сколько просмотров собирают твои видео? Он У меня 4 подписчика, осталось набрать еще несколько У меня на канале больше 600 тысяч просмотров И я получил за них 14 центов У меня был ученик с ментальной инвалидностью Который делал большие успехи в математике Но он говорил мне, другим взрослым, школьному психологу И даже главе нашего департамента Что хочет уйти из школы и стать ютубером Его родители отказывались в это верить Но он был настроен очень решительно Это было видно по его глазам Судя по всему, все новое поколение учеников Хочет быть либо ютуберами, либо киберспортсменами Я родился в 80-х И когда я был в их возрасте Я помню, что все хотели стать профессиональными спортсменами У меня до сих пор осталась парочка одноклассников Которые мечтают попасть в НФЛ Хотя ни один из них не занимается футболом То же самое я вижу и в новом поколении У них полностью отсутствует понимание того Насколько невелик шанс стать успешным в медиасреде Случай номер один Может мы не будем это учить Но это же реально сложно Давайте просто пропустим это Случай номер два Мне не нужны хорошие оценки У моего деда крутой дом Когда он умрет, моя семья продаст его за миллион И мне никогда не придется работать Забавно, когда люди думают, что миллион долларов способен навсегда обеспечить их семью Восьмиклассница сказала мне, что к 18 годам Пока еще есть силы Ей нужно родить двух-трех детей И устроиться стриптизершей Чтобы у нее были деньги на их содержание Ты знаешь, а может это и не такой ужасный план Если ей хватит ума держаться подальше от наркотиков И если она хорошо выглядит То перед нами мамаша Которая весь день может проводить со своими детьми А на ночь брать няню Она будет зашибать по 900 баксов за ночь И когда ее внешность начнет увядать Или когда ей надоест этим заниматься Она все еще будет достаточно молодая, чтобы вернуться на учебу А ее денег хватит на то, чтобы отправить детей в колледж За который они будут платить стопками из мятых и скрученных однодолларовых купюр Я преподаю английский в Японии И мне периодически говорят Я не понимаю это, потому что я японец Один мой студент сказал Я не собираюсь ничего из этого учить Мне это в жизни не пригодится Когда я попытался объяснить, почему ему все-таки стоит заниматься математикой Он ответил, ты дурак, я стану богатым без этой вашей школы Ну типа да, такое иногда случается Но может это не лучшая идея Мне это понадобится в жизни? Тебе конкретно нет Но умным ребятам понадобится Работаю в ветеринарной клинике 15 лет Вот вам пример того, что иногда приходится слышать Я Окей, поставьте клетку на весы Хозяйка Вы не хотите, чтобы я достала оттуда кота? Нет, нам не надо, чтобы кот бегал по клинике Просто поставьте клетку с котом на весы Хозяйка ставит клетку, я записываю вес Хорошо, теперь идем в смотровую Так сколько весит кот? Мы оставим там кота, возьмем клетку и взвесим ее И как мы поймем, сколько весит кот? С помощью алгебры И так каждый сраный день Я пытаюсь помочь ученику прямо из кожи вон лезу Он, заткнись Преподаю на первом курсе американскую юриспруденцию Вы не поверите, но большинство студентов даже не знает Что американское правительство делится на три ветки И уж тем более они не знают, за что отвечает каждая из них У меня был студент, который не мог умножить 5 на 5 Это был подготовительный курс к медицинскому вузу Мне будет страшно за его пациентов, если он когда-то закончит учебу Веду уроки в старшей школе Чувак, если ты не перестанешь прогуливать и не начнешь учиться Тебя выкинут из школы Школа нихрена для меня не сделала Братан, я буду делать рэп и мои треки будут оплачивать мои счета Этот пацан был очень хреновым музыкантом Бит сделать не мог Рифму бы не мог написать, даже если бы от этого зависела его жизнь Преподавал биологию в старшей школе Однажды пришлось объяснять девятикласснику, что деревья вырастают из семян Это взорвало его мозг Париж находится не во Франции Я услышал это лет 9 назад, но до сих пор не могу забыть Может он имел в виду тот Париж, что в Техасе? Оказывается, помимо французского Парижа Есть еще 33 города с таким же названием В зависимости от того, где ты вырос И насколько хреново у тебя преподавали географию Французский Париж может оказаться не первым Парижем, о котором тебе расскажут Я часто веду уроки у детей 7-9 лет И периодически прошу их прочитать свое имя по буквам Бывает непонятно, ребенка зовут так или так Вы не поверите, сколько детей не может этого сделать Я понимаю, у некоторых из них дизлексия И не рассчитываю, что все могут это сделать Но просто удивительно, что их такой огромный процент Один из моих первоклассников на протяжении недели бросался в меня стульями До этого он еще два месяца вел себя просто отвратительно Но родителям и школе до этого не было никакого дела И одним из бросков травмировал мне колено У меня были видеодоказательства, которых хватило для того, чтобы обратиться к директору Он, ученик, отказывался что-либо говорить В конечном итоге мой коллега, другой учитель, заставил его сказать, почему он это делает Его ответ был, он мне просто не нравится Жалко парня, у него серьезные эмоциональные расстройства Наверное, пока рано судить, насколько он безнадежный Потому что он еще только в первом классе Не буду списывать его со счетов раньше времени Надеюсь, его вылечат У меня был ученик, который постоянно что-то вытворял Я пыталась говорить с ним о его поведении Направляла его к специалистам И, помимо прочего, писала, звонила его маме Но она никогда не отвечала Один раз он начал ходить по классу с телефоном И с кем-то переписывался Я сказала, чтобы он прекратил и убрал телефон Но он ответил Не могу, мне хреново На что я сказала, может тогда тебе стоит выйти на минутку в коридор Его ответ поразил меня Он ответил Нет, я сяду, просто мне нужно, чтобы мама вернула нам воду Когда ты видишь ученика только в школьной обстановке Легко забыть, что у него может быть достаточно хреновая жизнь вне школы Да, я тогда подумала, что он достаточно безнадежный Но по своей ли вине Каким он еще может быть, если он абсолютно нищий и живет в ужасных условиях? Большое спасибо за просмотр Учителя, которые смотрят нас Напишите в комментариях Говорили ли ваши ученики что-то такое После чего хотелось сказать Вау, да ты совсем безнадежный Ну и в принципе ученики нам тоже могут про это написать Плюс можешь посмотреть видео взрослые Что вы уже должны уметь, но не умеете И помимо измен, что вы скрываете от своих вторых половинок Чтобы их не расстраивать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok